Привет! Привет, друзья! Здравствуйте! Да, Перископ еще жив! Я знаю, что я выхожу в последнее время очень редко. Очень редко. И пока это тоже будет редко. Я думаю, до целого мая месяца это будет редко. А потом мы заново возобновим все и сделаем много-много выпусков. Всем здравствуйте! Как вы знаете, мы проводили марафон весь март месяц. У меня 100 друзей назывался он. Многие из вас приняли участие. И я посмотрел вчера отчеты по хэштегу У меня 100 друзей. И да, вы абсолютно правы, есть победитель. Да, победил Рамиш. Рамиш Кахарманов. И что-то у меня ощущение, что в предыдущем тоже победил Рамиш. Нет? Рамиш, ты случайно дважды у меня уже победитель, нет? Я просто... У меня первый победитель записан в другом листочке. Это тоже парень. Он же, да? Я думаю, что за имя знакомое? Дружище, дважды из трех возможных... Из трех возможных марафонов ты победил в двух. Причем в первом ты победил в результате жеребьевки. Во втором, ну, заслуженно. То есть, больше всего фотографий, шикарный отчет о том, как ты преодолевал себя. А остальным друзьям это на заметку. То есть, ну, вот так надо идти к цели. Вот так надо стремиться. Не знаю, просто человек делает. Вот просто делает. Одно это для меня уже просто невероятно круто. Вот. И чтобы посмотреть, просто набирайте хэштег «У меня 100 друзей». Выйдут все ребята, которые ставили этот хэштег. Там не так много отчетов. Может быть, страниц 40. Вот. И один из них будет Рамиш. И Рамиш, собственно, победитель в предыдущем марафоне. Да, привет вам. Кому там привет надо было. Где набрать ВКонтакте? Набрать надо ВКонтакте. Да, конечно, я ознакомился по своей инициативе. Это несложно. Это несложно. Но сегодня мы запускаем новый марафон. Новый марафон. И он последний. Да, все изображение сейчас. И сегодня он последний из трех. Ну, можно сказать, что в первых двух победил Рамиш. И я не удивлюсь, если третий марафон он выиграет. Сразу, да, на этот марафон ставятся два хэштега ВКонтакте. Первый хэштег по хабу, второй – «Магия на ногах». И, собственно, о чем марафон? Я сейчас расскажу правила или там расскажу условия участия в этом марафоне. И после чего поотвечаю на ваши вопросы. Итак, наступила весна. Пришла весна. Возможно, где-то еще прохладно. Но, тем не менее, все. На улицах уже терпимо. И так далее. И все мы, ну, не все, но многие из нас, очень хотят бегать по утрам. Так вот, весь апрель месяц объявляется месяцем утренней пробежки. Но, да, причем здесь участие. Во-первых, есть один интересный нюанс. Почему не получается начать бегать? Смысл заключается в том, что ты там день пробежался, два пробежался, на третий тебе прям в лом. Вот прям вообще не хочется бегать. Идея просто в том, что наше подсознание начинает, то есть наше тело начинает испытывать перегрузки, если вы не бегут, да, если вы не бегали никогда раньше. И эти перегрузки организм воспринимает как какую-то опасность. И, соответственно, подсознание дает команду прекратить во что бы то ни стало. То есть это очень сильный стресс. Поэтому идея заключается в том, что первые две недели, первые две недели апреля месяца мы не бегаем, а мы гуляем 15 минут по маршруту, по которому следующие две недели мы бегаем. При этом каждый день, который вы гуляете, ребят, слушайте внимательно, каждый день, который вы гуляете, вы записываете свои мысли на видео, на свой телефон. То есть, итак, день первый, гуляю уже 10 минут, скучно, не знаю, чем заняться. Вот такие вот, короче, день второй, то-то, то-то, то-то. И последние две недели вы бегаете 15 минут. Можно с собакой, конечно, совмещайте. То есть первые две недели вы просто ходите, вторые две недели вы бегаете. Но когда бегаете, естественно, на телефон особо ничего не наговоришь. То есть вы, как только пробежали 15 минут, включаете телефон и описываете свои ощущения. Свои эмоции, что вы чувствуете и так далее, и так далее. И, соответственно, наберется, ну, где-то 30 видео. 30 коротеньких видео. Из этих 30 видео вам надо склепать мини-клип. То есть вам надо их вместе нарезать. Все это делается легко, все это делается прямо в мобильном телефоне. При этом не обязательно туда вставлять все 30 отчетов. Достаточно вставить 5 самых интересных, на ваш взгляд. То есть другими словами. Но каждый мини-отчет начинается с того, какой сегодня день. Да, я издеваюсь. Третий, он самый сложный. Хочешь получить бесплатное обучение в Аркануме? Будь добр, сделай небольшой видеоклип. И таким образом вы записываете это все. Кто-то, может быть, пойдет вообще далеко, сделает какие-то спецэффекты. Пригласит оператора дополнительно, чтобы он его поснимал, как тот бегает. Наложит музыку на видеоряд. То есть я имею в виду эксперименты. Вы можете ставить абсолютно любые. Делать что угодно с этим. Соответственно, если будет несколько видеоклипов, которые мне понравятся, мы разыграем победителя в Перископе в прямом эфире. Либо будет один победитель, как в предыдущем марафоне, как был Рамеш. Мотивация очень простая. Вы получаете бесплатное обучение, онлайн обучение в Аркануме длительного курса. Так что, еще раз, никто ничего никому не должен. Вы можете не бегать, вы можете сделать вид, что вы бегали. И просто все равно. На самом деле все равно. Я эту вещь в большей степени запускаю сам для себя. То есть вот я сейчас объявил об этом. И я сам в этом во всем буду принимать участие для себя. Поэтому моя мотивация очень простая. Давно мечтал начать бегать. И как бы одному-то всегда, да, вот когда, эх, всей страной это интересно. Поэтому будет ли у меня клип, я буду делать видеозаписи. Обязательно буду делать видеозаписи. Такой вот видеодневничок я потом сделаю. Я не знаю, сделаю ли я его к концу месяца. Но я обязательно, у меня есть несколько там экспериментов. Я бы вообще очень хочется научиться делать видеодневники. Поэтому это в будущем пригодится. Итак, еще раз. Вам надо создать к концу месяца видеодневник, куда будет выложено 5, 6 или 7 коротеньких видеоотчетиков с прогулок и с пробежек. Где вы просто записываете свои мысли, как вы себя чувствуете, как вам отвратительно или как вам прекрасно. Просто делитесь своими эмоциями. Вы создаете небольшой видеоролик. Ну, минуты на 2,5. То есть, больше не надо. И выкладываете у себя на странице ВКонтакте с двумя хэштегами. Хэштег по хабов и хэштег магия на ногах. И все. И в конце апреля я уеду. Вернусь в первых числах мая. И вот когда будут майские праздники, 4, 5 мая где-то, мы узнаем, кто победитель этого марафона. И разыграем, собственно, билет на первый курс онлайн обучения. И все. Вот эти марафоны закончатся. А потом, ну, придумаем что-нибудь новенькое. Так. Нужно хотя бы минут 40, чтобы начать получать кайф. Ну, тут бегуны, может быть, знают лучше. Но мы, скажем так, 15 это минимум. 15 это минимум. Если уже учились на первом курсе. А вот сам азарт победить. Учились ты учились. Ладно, во-первых, длительное обучение обновленное. И первый курс вообще практически другой. А тут, понимаете, даже если вы не выиграете, то вы уже победитель, если вы начнете бегать. То есть, смотрите, у нас есть один месяц. 30 дней. И надо не пропустить ни одного дня. И, возможно, будет дождь. Да? То есть, еще не лето. Возможно, будет как-то... В общем, другими словами. Это маленький челлендж, который мы каждый делаем сам с собой. Могу ли я каждый день заниматься вот этой двигательной активностью? Могу ли я это сделать? Потому что все мы уже пробовали бегать. Там кто-то из нас бегает, и вот они красавчики. Но все мы это делали, и мы сливались. И сливались мы намного быстрее, чем один месяц. А давайте просто вот для себя. При этом, опять же, вы можете меня обмануть. Вы можете просто эти видосы записать. Якобы это все проделано. Но я почувствую, есть там фальш или нет. Но, с другой стороны, это все вы сами для себя решаете. Надо вам это или нет. Господи. От того, что вы бегаете или не бегаете, мне ни тепло, ни жарко. А маршрут один и тот же? Да как хотите. Как хотите. Вот. Это все, что я хотел сказать по поводу марафонов. Но, тем не менее, я давненько не отвечал на вопросы. Поэтому можно поотвечать на вопросы. С Бали клип обещал. О, да, да, надо его сделать. Надо его скопировать. Он просто на другой камере. Надо сделать. Не то, чтобы клип. Там есть несколько небольших видюшек. Если бегать по показаниям врачей нельзя. Ну, тогда вы пролетаете. Что такое зависть? Я думаю, все и так прекрасно понимают. По поводу тайги, по поводу тигров. Это был невероятный экспириенс. Это было очень мощно. Находиться в месте, в котором ты понимаешь, что ты не хозяин. Что вообще человек не хозяин. Что хозяин это тигр. Мы не видели тигра. Но мы все время чувствовали его присутствие. Как будто он за нами наблюдает. То есть мы его не видели. Он нас видел точно. Вообще считается, что увидеть тигра это очень плохо. То есть тигра ты видишь только в том случае, если он сам хочет, чтобы ты его увидел. То есть он никогда не выходит к человеку. Он выходит только если я ранен, болен. С ним что-то не так. Поэтому это очень невероятно. Мы много сняли видеоматериала. И мы сделаем фильм. Фильм-рассказ о нашем путешествии. Поэтому я думаю, там в течение месяца он появится. Друзья, очень рекомендую не пытаться задавать мне тупые вопросы. Потому что я буду тупо их игнорировать. Какие еще планы с ВВФ? Ну, нам надо хорошенько еще с проектом «Тигры» поработать. А там дальше будет видно. Торопиться некуда. Мы на долгое сотрудничество. Надо не как можно больше материала какого-то там накидать, сагитировать. Надо качественно в эту тему проникнуть. Поэтому мы поехали, чтобы вот, ну, да, на словах все выглядит круто. А как там вживую? И мы увидели вырубку лесов. Неправильную вырубку, да, после которой там множество остатков деревьев начнут гнить. Это все подзарастет травой. Это все увеличит популяцию мышей, которые в свою очередь являются переносчиками всяких разных заболеваний. Что, в общем, там настолько эксперты нам рассказывали, настолько вот такие многоходовки, да, что вот стоит только, не знаю, там, подстрелить не то животное, что там как эффект домино, как эффект бабочки, да, то есть ты где-то на одном участке там что-то повоздействовал, а это по всему лесу эхом отозвалось. То есть это очень серьезно. Я отвечаю на вопросы. Как отключить внутренний диалог? Надо начать осознанно концентрировать свое внимание, и он отключится. Кому-то моя прическа кому-то сдалась. Выкиньте это из головы. Я перестал завидовать эту духовность. В Ростов я пока не собираюсь проводить семинары. Буду ли я приезжать за границу? Да, я буду стремиться, конечно же, выезжать за границу, но пока... Пока каких-то приглашений... Ну, приглашения есть, но никто не занимается организацией. Но мы будем это делать. Разве просто погулять не полезнее? Так мы и будем гулять первые две недельки. А потом попробуем поднапречься и две недельки побегать. Как развить решительность? Был перископ про уверенность. Уверенность, решительность одно и то же. Отмотай немного вниз в трансляциях и посмотри. Там мы очень подробно об этом говорили. На что влияет уровень личной силы? Он влияет на удачу. На состояние, когда тебе везет, когда у тебя все получается, когда ты просто красавчик. Вот на это он влияет. Есть ли судьба? Да, но вопрос, правильно ли вы понимаете, что это такое? Тигров в Амурской области, в Приморье, около 500 их насчитали. Если парень поглумился над тобой, как наказать его? Накажи его тем, что не обижаться равнодушием. И причем не только внешним, но и внутренним. То есть, вот тут тоже в перископе бывает множество всяких разных непонятных людей, которые думают о том, что если они сказали какую-то гадость, проявили себя с этой стороны, что это, не знаю, круто. Но иногда, например, собаки едят свое дерьмо. Но это не признак интеллекта. Поэтому, когда кто-то поступает низко, это ничего не говорит о тебе. Это много говорит о том, кто так поступает. Поэтому, если ты на это реагируешь, значит, его поступок в отношении тебя оправдан. Поэтому не реагируй. Это самое лучшее наказание обидчика. Почему при интересе к магии возникают проблемы со здоровьем? Потому что проблемы со здоровьем есть. Просто это все активизируется. Для того, чтобы делать какой-то шаг, организм начинает мобилизироваться. У меня есть знакомая подруга, она тренер. И вот пришел к ней как-то однажды мужчина, и он там весил за 100 килограмм. Ну, такой уже в годах, за 40 годах. И она начала его тренировать, причем лайтово. То есть, очень легко. И в результате у него в такие болячки повылезали. То есть, другими словами, вот зашлакованность организма, как только она начала это все прорабатывать, это все попало в кровь, попало в органы. Поэтому надо чиститься. То же самое может быть связано и с магией. Когда ты активизируешь какие-то мозговые ресурсы, то вся грязь, которая, например, является... Если со спортом в случае это физическая грязь, то в магии это психосоматическая. То вся вот эта психосоматическая грязь начинает вылезать. Как чиститься? Ой, это очень... Очень огромная тема. Может быть, однажды сделаю перископ отдельный по этому. Как обрести здоровую любовь к себе? Да, я помню, что у нас тема это любовь к себе. Следующая висит. Думаю, что на днях я это расскажу. Как понять, что на мне порча или сглаз? Если твоя жизнь не принадлежит тебе, можно считать, что на тебе либо порча, либо сглаз. Что делать, если не получаешь кайф от качалки? Выбрать другой спорт? Вопрос в том, а вот в чем был изначальный кайф от качалки? Если исключительно тебе нравились прогрессы в твоей форме, в том, как ты выглядишь из-за этого, то, возможно, ты просто достиг некого желаемого тела, и все. Перейди больше на функционал и думай, например, не о том, как ты выглядишь, а о том, сколько ты поднимаешь, сколько ты бегаешь, как ты можешь двигаться, может ли ты делать, гнуться и прочие какие-то вещи. То есть, вот такие функциональные способности человека. Я думаю, вот это будет тоже доставлять определенный кайф. Адреналин нужен человеку? Друзья, ну перед тем, как задать вопрос-то, подумайте немного о том, что вы собираетесь спросить. Что значит адреналин нужен? Никто его специально себе не вкалывает в кровь. Адреналин выделяется, когда человек испытывает страх. Тогда ему стоит вопрос, нужен ли человеку страх? Да, нужен, потому что без страха человек не выживет. Страх не позволяет очень многих вещей сделать, безумных. То есть, ты стоишь на крыше высокого дома или на горе, смотришь вниз, и у тебя начинает вырабатываться адреналин. И этот адреналин тебе дает понимание того, что прыгать не надо, ты умрешь. А если бы этого не было, то человек бы просто не было бы от этого инстинкта самосохранения. Почему преследует череда неприятностей? Ребят, завтра я выйду в эфир и расскажу про новый квест, который у нас стартует 7 апреля. Квест поток. И вот как раз про всякие неудачи, про всякое состояние, когда ты в какой-то вате находишься, когда ты теряешь смысл к жизни и прочее, прочее. То есть, мы зарядили очень-очень мощный квест, который будет идти 2 недели каждый день. Завтра я подробно о нем буду рассказывать в перископе. Поэтому мы как раз поговорим, что за такое потоковое состояние, когда ты находишься, когда есть самая личная сила, когда все у тебя получается, когда ты счастлив, когда тебе нравится делать то, что ты делаешь. Это будет в перископе, это будет вечером, так как с утра я работаю. Точное время не знаю, может быть в 8 часов вечера, может чуть раньше. В общем, просто держите телефон рядышком, когда пиликнет, подключайтесь. Не могу понять, что с мужем творится, не могли бы вы помочь. Как? Вот как вы предлагаете мне это сделать? То есть, приехать к вам или что? Или вы ко мне? А если вы, то нужен сам муж и непонятно, что с ним творится. Это вопрос его психики, это вопрос его отношения к вам и так далее. То есть, что? И поэтому фраза «не могли бы вы помочь», а значит, ответ один «я не знаю». Я не знаю. Потому что моя помощь заключается в том, что я просто говорю людям, где выход из тех ситуаций, в которые они попадают, и как можно из них выбраться. Но это не означает, что эта ситуация кончится. Дальше им надо что-то делать. А готов ли человек это делать? Поэтому я не решаю чужие проблемы. Я просто на многие из проблем, с которыми к мне приходят, у меня есть видение, как оттуда выйти. Но выходить придется самостоятельно. Как избавиться от любви к вещам? Осознать, что эти вещи компенсируют. Насколько вредно иногда гадать на рунах, если я христианка? Не будет ли мстить игре? Ну, скорее всего, если вы начнете гадать на рунах, то просто связь с христианским эгрегором начнет ослабевать. И никакой мести не будет. Будет просто, если вы какие-то получали плюшки от вашей веры в христианского бога, то просто эти плюшки станут все меньше, меньше и меньше. Не могу приехать на курс, как записаться онлайн. Зайдите на мой сайт magdefisproject.ru и посмотрите, почитайте поподробнее. Изучите сайт. Там вся информация есть. Бывают ли игре-игры ловушки с целью заполучения силы? Не понимаю вопроса. Все игре-игры, их целью является заполучение нашей энергии. Дайте пару современных способов для накопления личной силы. Ох, это такая большая тема. Дело не в способах. Дело в особой форме концентрации внимания, когда ты что-то либо делаешь. То есть, любая вещь может стать способом для накопления личной силы, если концентрироваться определенным образом. А про эту концентрацию я не могу рассказать. Ну, это очень трудно объяснить. Один человек кайфует от танцев. И когда он танцует, он после этого набирается очень много личной силы. Кто-то кайфует от математики. Когда он решает уравнение, он набирается личной силой. Это близкое понимание, что когда ты кайфуешь, сила набирается. Но под кайфом надо подразумевать особый вид удовольствия, который ты получаешь. И можно сказать, что это тот вид удовольствия, когда происходит стимуляция глубинной части твоего сознания. То, что обычно в простонародье называется душою. То есть, когда ты от души это делаешь. То есть, глубинной частью себя. Потому что тот кайф, который возникает за счет стимуляции нервной системы тела при помощи алкоголя, наркотиков, секса, я не знаю, каких-то других способов. Там пищи, например, когда человек кушает шоколад. Да, и он испытывает кайф от этого. То этот кайф не ведет тебя к накоплению личной силы. А ведет, наоборот, к ее уменьшению. Поэтому здесь надо научиться разграничивать удовольствие, получаемое исключительно за счет легких каких-то стимуляторов. Либо за счет стимуляции духовной. То есть, как бы глубинной части себя. И вот когда ты будешь стимулировать свою душу, а у каждого свой собственный способ. И тебе надо его найти. То тогда твоя личная сила будет расти. Нет, я сейчас не шутил. Как чувство собственного достоинства, дальше не успел прочитать. Если в прошлом был глупый юный, совершал плохие поступки, можно ли очиститься путем добрых дел? Что значит очиститься? Попроси прощения у всех людей, которых ты обидел. Если кто-то из этих людей мертв, приди к ним на могилы и попроси прощения там. И все. Я имею в виду, это и будет очищение. Потому что, ну как еще можно очиститься? Нет, меня сегодня не разыгрывали. И я никого не разыгрывал. Про сны даже не спрашивайте меня. Меня достало. Все спрашивают про сны. И никто не хочет ничего почитать по поводу снов. Вот если вам это так важно, идите, покупайте книги и читайте. Я больше вообще ничего не буду объяснять про сны. Родственные души. Откуда это чувство? Есть много версий на эту тему. Одна из которых считается, что твоя монада, то есть это нечто чуть более высокое, чем душа, разбивается на несколько частей. Каббалисты считают, что на 144 части. Она разбивается. И получается, что она воплощается в 144 людях. И когда ты встречаешь человека, которого тебе кажется, что ты знаешь тысячу лет, просто вот знаешь его вдоль и поперек, такое очень-очень родное чувство, это один из 144 людей, которых ты знаешь. Которые являются частью одной монады. То есть получается, это тоже ты. То есть это какая-то частичка тебя. Поэтому, когда встречаете такого человека и испытываете это чувство, то у вас одна душа на этих. Ну вот есть такая версия, очень красивая. Почему бы и нет. Расскажите о защите от вампиров. Чеснок, дневной свет, ну и осиновый кол в сердце. Со славянскими рунами я и не начинал работать. Как избавиться от панических атак. Как-нибудь поговорим об этом. Серебряные пули, да, спасибо. Когда видишь вокруг ответы на вопросы в виде знаков, что это значит? Это значит, что ты видишь ответы на свои вопросы в виде знаков. Видение знаков, если серьезно. Видение знаков говорит о восприятии окружающего мира вашим правым полушарием мозга. То есть вашей абстрактной частью личности, символичной. Знак это что? Это определенный символ. И если вы видите знаки, и если вы эти знаки трактуете верно, как показывает практика, вы потом... То это еще и говорит о том, что у вас есть предрасположенность к экстрасенсорным способностям, а также к шизофрении. И к другим психическим отклонениям. Как найти верного мужчину? А верный в каком смысле? В физическом? Вот если разобраться в изменах. Мужчина сходил налево. Изменил. Окей. То есть неверный, нехороший мужчина. А если мы представим, что мужчина не ходит налево, но хочет это сделать в своих... И делает это в своих мыслях. Он видит какую-то женщину и представляет в своем уме, что он с ней занимается сексом. Да? Ведь как сказано в Библии, как говорил Христос на горной проповеди. То есть стоит лишь только в мыслях своих, да, прелюбодействовать с... То есть ты уже прелюбодействовал, если только допустил мысль об этом. Поэтому в этом смысле, окей, мужчина не сходил на сторону, но он изменил тебе в своих мыслях. А если мужчина мастурбирует и представляет себе несуществующую женщину, просто некий образ, некие формы, то... Да, он верный или что? Что такое верность? Это физическая верность или это внутренняя? То есть ты рядом с мужчиной как? Ты за тело вышла замуж или встречаешься с телом, или с его духом, с его душой? Поэтому это такой вопрос, что об этом надо подумать просто. А физическая верность, когда люди физически верны, на мой взгляд, намного круче, когда люди духовно верны друг другу. Когда люди духовно верны, там и физически-то не хочется гулять. Так что... Это знаете, когда вот мужчина и женщина начинают встречаться друг с другом, они друг на друга вешают такой целый, знаете, райдер, да? То есть некие вещи, то есть такой договор возникает, что тебе можно, чего тебе нельзя. Просто вот они решили быть вместе, и это автоматически вешается. Теперь тебе вот это, вот это, вот это, вот как бы нельзя. И на мой взгляд, все вот эти запреты, это такая чушь. Это то же самое, как, например, на государственном уровне ввести запрет на алкоголь. Такой сухой закон, да? Что произойдет, если введут сухой закон? Больше будет трезвых людей? Больше. Но начнут самопальную водку производить, таксисты начнут продавать, водяра не нужна, появится черный рынок, и который невозможно, какие бы ты там ни делал, там не вводил бы меры, не сажал бы людей, все равно этот черный рынок паленого алкоголя появится. Прикол в том, что надо, чтобы не хотелось пить. Пусть этот алкоголь будут в аптеках продавать, мне похрену. Я его пить не хочу, я его не покупаю, я его не пью. С изменами та же самая фигня. От того, что вы требуете от своих мужчин, от своих женщин верности, это просто детство, это еще детство в жопе. Мы не имеем права требовать от взрослых людей ничего, ибо никто ничего не должен, в каком бы статусе они к нам не относились. Надо просто, чтобы не хотелось. Когда не хочется, то и нет проблемы. А вот как это сделать, как сделать так, чтобы твой любимый человек не хотел никого, кроме тебя? Интересная тема. Если найдете ответ на этот вопрос, вы станете и напишите какую-нибудь книгу, ваша книга станет супер бестселлером, вы станете супер богатым человеком. Пока версий слишком так много, и непонятно, работают они или не работают. Не хочешь сделать перископ по денежкам? Как разбогатеть? А сколько ты мне заплатишь за то, чтобы я рассказал тебе о том, как тебе разбогатеть? Сколько готов ты заплатить за секрет богатства? Давайте так, вопрос ко всем. 280 человек у нас. Напишите сумму реальную, реальную, с учетом ваших реальных финансовых возможностей, которую вы готовы заплатить за то, чтобы получить только рассказ, только информацию о том, как получить. 1000 долларов, 10 тысяч рублей, ничего, кто-то 30 тысяч рублей готов заплатить, вау, пока 1000 долларов побеждает. Хотите секрет? Давайте так, друзья, а напишите следующую, следующую цифру, посчитайте, пожалуйста, приблизительный свой доход в месяц, и посчитайте 30% это сколько от вашего дохода. Напишите 30% вашего дохода. Все равно никто никого не видит, никто не знает, кто это, так что можно смело делиться суммами. 30% своего дохода в рублях, да, я так понимаю, ну, если у кого доллары. Окей. так вот, так вот, друзья, тратьте на самообразование 30% своего дохода. да, и в конвертах тоже считайте. Вот ту сумму, которую вы написали, каждый месяц вкладывайте в себя. на книги, на семинары, тренинги, на, блин, вот, ну, на любые способы улучшения, на спорт, на какую-то информацию, которая достается за деньги, на то, чтобы поехать в другой город, встретиться с каким-то человеком, на консультации профессионалов. Не-не-не, не 10% дохода, 30. 30. О, человек 60 тратит, красавчик. Да, и вы разбогатеете. Вы знаете, что большинство взрослых людей читают меньше одной книги за два года. И это приблизительно по-моему, 75% людей. Меньше одной книги за два года. Около 75% людей. Знаете, что это означает? Это означает, что вся основная информация, которую они получают, это телевизор и интернет. При этом мы не можем контролировать телевидение и мы не можем контролировать интернет. Следовательно, ну, хаваем все, вот просто все, что там есть. Книга это то, что я контролирую. Я могу выбрать, какую книгу мне читать, какую не читать, прекратить читать, там, и так далее, и так далее. Так вот, если вы будете читать, вот, у меня, например, цель читать одну книгу в неделю. У меня не получается, ей пока следует, но я стремлюсь к этому. Одна книга в неделю. Итого, получается, по-моему, около, около 500 книг за год. Вы представляете, какой это, просто, невероятный прогресс в самообразовании. Так что, 50 книг, не 500. 50, 50, прошу прощения. Поэтому, вот, математик, я действительно плохой, математик из меня точно никакой. Ну, как звучит 500 книг, эх. Поэтому, вкладывайте в себя. И все. И вы разбогатеете. Вот вам. Кстати, кто какую сумму называл, то, что готов дать, перечисляйте. Я открыл вам секрет. Какую последнюю книгу я прочитал. Книга называется «Между надо и хочу». Автора не помню. Она такая, очень простенькая, написанная. Видно, что человек растягивал на книжку слова, потому что основная мысль была на первой странице. Еще какие-то вопросы. к чему увидеть пентаграмму в храме? В смысле, звезда в круге? Как пентакль? Или пентаграмма, как перевернутая пентаграмма? То есть, как она выглядит, непонятно. Сколько читаешь одну книгу и стараюсь за неделю приканчивать? про деживю, ребят, ой, вот вообще тоже этот вопрос меня даже не спрашивайте. Да, Эль Луна, да, точно. Загробная жизнь есть? По-пряму, знаем. Но, в моем понимании, если серьезно, да, она существует. поскольку сознание, на мой взгляд, не является результатом возникновения мозговой активности. Мне кажется, что осознанность, возможно, вне биологической формы, просто она не человеческая. Если резко началась полоса негативных событий, может ли это быть отработкой кармы? Что такое карма? Ребят, карма это, вот смотрите, это очень важный момент, потому что, в основном, все кармы понимают не совсем правильно. Что-то типа, когда хорошо, это хорошая карма. Есть такое выражение, стакан на половину, для одних стакан на половину пуст, другой на половину полон. Так вот, в зависимости от того, как человек, как ты смотришь, например, на стакан с водой, и кто, как ты его определяешь, это и есть карма. То есть, в зависимости от твоей кармы, ты видишь мир либо в одном аспекте, либо в другом. Если начались события, которые ты понимаешь, как негативные события, не началась не отработка кармы, а включилась твоя карма, и в результате, ты начинаешь это видеть. Если ты в результате тех событий, которых ты называешь негативными, сможешь перевести и эти же события в разряд позитивных, что-то по принципу ты попал в аварию, да, и там твоя машина в смятку, но ты выжил, и ты понимаешь, вау, я выжил, как круто, и абсолютно не сожалеешь о том, что твоя машина разбита, то это уже переход в позитивную карму, да, то есть ты берешь какое-то событие, тебя увольняют с работы, и вместо того, чтобы нырять в бутылку, это негативная карма, ты начинаешь думать, так, хорошо, а как теперь мне двигаться дальше, то есть ты используешь это событие ради своего роста, так вот, и это будет позитивный карма, отработка, это переход из негативного восприятия мира в позитивное. Понимаешь? Вот так. Сахарова не читала. Разницу между ЧСВ и ЧС... Что такое ЧС достоинство? Человек становится Богом, если развивает волю, а если топчется на месте, то перерождается. Каким Богом? Если мы говорим о Творце, о том, кто все создал, то можно сказать, что человек... Человек не может стать Богом, но он может стать богоподобным. А богоподобным, это когда ты поймешь, в чем функция Бога. И о функции божеств много, поэтому раньше было множество божеств. например, там Бог войны, да, и тот, кто может убивать, есть такие люди, которые могут просто с легкостью отнять жизнь, можно сказать, что он стал Богом, Богом войны, или Богом смерти. есть люди, которые могут вдохновлять, и это тоже некое качество божественное. То есть, когда любое качество, но в тебе качество возведено в абсолют, ты в этом качестве богоподобен. Как-то так. Воля здесь, воля нужна, потому что ты не сможешь возвести никакое качество в абсолют, не используя волю. Какие-то вещи развиваются, ну, например, мы все учились языку, естественно, ну, то есть, мы росли, были маленькими, и мы научились говорить по-русски. Ну, кто-то в других странах научился говорить по-другому. Но сама по себе речь просто может быть божественной, да, но чтобы она была божественной, как у каких-нибудь самых прекрасных поэтов, которые могут такие слова рифмовать, которые, или писатели, которые могут создавать такие тексты, от которых у людей могут на глаза наворачиваться слезы, да, то есть, когда ты своим текстом можешь вдохновить, можешь убить и прочее. Ну, то есть, другими словами, твоя речь может стать божественной. Вот это без усилия воли не появится. Для этого надо читать, развивать речь, изучать всякие вещи, а само по себе оно не разовьется. Поэтому без воли, да, Богом не стать. Вот такой вот ответ. Как правильно контролировать гнев? Осознанно его выпускать. Как перебороть сон? Через бедро. Через бедро и потом болевую на руку. Вот так. Быть актером – это хорошо. Трудно мне, ребята. У меня сейчас настроение такое, ну, не совсем стебное, не совсем первоапрельское. И такие вопросы, что и чувством, разница между чрезвы и чувством достоинства. Я где-то в прошлых перископах отвечал буквально недавно на это. Нет, я не грущу. Я немного сосредоточен. То есть, немножко так. То есть, серьезен, я бы сказал. Как понять, дар ли у меня и стоит ли его развивать? Ну, во-первых, чтобы понять, что это дар, надо подойти к тому, кто сделал подарок и спросить, ты мне это подарил? Если подразумевается Божий дар, то надо у Бога спросить. Если Бог не отвечает, значит, видимо, не дар. Вот. Значит, видимо, это что-то другое. Стоит ли его развивать? Вот мы только что говорили о другом нашем даре. Например, дар речи. Да, мы можем. Стоит ли развивать речь? Ну, если мне важно в моей жизни общаться с другими людьми, если мне важно, чтобы меня слушали, чтобы меня слышали, то, наверное, да, речи развивать стоит. Если мне надо просто объясняться по принципу подай эту херовину сюда, чтобы я и все это, чтобы все слова ваши запикивались, ну, тогда речь как-то развивать особо сильно не стоит. Что вы хотите, блин? Знаете же, в вопросе везде есть ответы. Человечество глупеет или умнеет? И то, и другое. Есть категория людей, которые очень сильно деградируют, и есть категория людей, которые начинают очень сильно эволюционировать в мышлении. я надеюсь, что победят вторые. Давайте встретимся и поженимся. А после повешаемся. Как начать искоренеть в себе контроль над близкими? То есть, есть желание контролировать близких? Если есть желание контролировать близких, то на самом деле это скрытое желание контролировать себя самого. Поэтому научитесь самоконтроливать. То есть, научитесь какой-нибудь супердисциплине. И потом в аспекте этой дисциплины поймите одну простую вещь, что проявлением вашей любви будет перестать контролировать своих близких и дать им абсолютную свободу. как избавиться от ревности? Очень просто. Надо просто осознать, что ваш партнер не является вашей собственностью. Что это абсолютно свободный человек, имеющий право делать все, что ему угодно. И надо сказать, делай что угодно. от его ревности как избавиться? Надо дать партнеру понять, что вы абсолютно свободный человек. И вы можете делать что угодно. При этом вы эту свободу даете другому человеку. Если человек не понимает и все равно вас ревнует, то рано или поздно ваш союз распадется. Потому что от требностей никогда не бывает ничего хорошего. Почему дети зеркалят настроение родителей? Агрессивный ребенок показывает родительскую агрессию, конечно. А почему они это делают? Потому что у них нет способности к сопротивлению. Они же дети. Так, ну еще пару-тройку вопросов, что-нибудь интересное. Есть что-нибудь интереснее магии? Да, любовь. Как бы это не звучало сейчас в розовых оттенках. Но если серьезно отнестись к этому, то, конечно, это нормально, что меня в жизни все устраивает, нет зависти, и дальше я не успел. Это очень круто. И слушать советы, то есть совет Алексея тоже, конечно, конечно, все вопросы вы должны задать самим себе. Постоянно боюсь за ребенка, как отпустить? Мне трудно сказать, у меня нет детей. Я не знаю, как я себя буду вести, когда они появятся. Не знаю, правда. Просто высшее проявление любви это действительно отпустить. трудно мне сейчас подобрать мысли, чтобы быть серьезным. То есть в данном случае страх, возникающий за ребенка, это же, как правило, вещь, возникающая на автомате, верно? Вы же не сидите специально, не запускаете этот процесс. Следовательно, у вас трудности с эмоциональным интеллектом. Эмоциональный интеллект это определенные опытные знания, которые у вас есть в голове, и то есть знания, подтвержденные опытом. И с точки зрения страха за ребенка, то можно сделать очень просто. Нарожайте еще детей, родите детей пять, и тогда страх у вас уменьшится. Вот, за детей. То есть если одного не станет, ничего, есть еще четыре. Да, звучит ужасно, но это правда. Это вот такой, знаете, очень такой простой примитивный способ. а другой это развитие эмоционального интеллекта. Сны это хорошо или плохо, это нормально. Как понять, правильно ты выбрал путь жизни, например, работу? Сыграйте в игру, которая называется «Чтобы что?» «Я хожу на работу чтобы что?» «Чтобы зарабатывать деньги». Окей. Или там «Чтобы получать радость, потому что мне эта работа нравится». «Хорошо, а я получаю радость чтобы что?» «Чтобы чувствовать себя хорошо». «А я хочу чувствовать себя хорошо чтобы что?» И вот таким вот образом честно отвечайте себе на свои вопросы. А чушь-то зато феерическая. Феерическая чушь. Что делать если чувствуешь что дома кто-то следит и ходит за тобой? Надо начать следить за ним. Ну все друзья все кончилось кончилось нормальное общение. Итак еще раз завтра я вечерком выйду в перископ поговорить о следующем квесте отвечу на вопросы связанные с этим квестом. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо кто задавал интересные вопросы на тему которых можно было подумать. Всем остальным желаю и дальше прожигать свою жизнь просто так. Ну а на самом деле я желаю каждому из вас чтобы вы стали тем самым желудем из которого получается дуб в то время как все остальные станут просто удобрением для вас. Доброй ночи друзья до встречи завтра и не забывайте про новый марафон пока не забывайте нюх не забывайте